Итак, дорогие друзья, вышел следующий курс, значит, шага 16, если до 16 шага мы с вами познакомились с макетами, в принципе, познакомились с киви, то 16 шага мы начали изучать киви по косточкам. Документация у киви не очень хорошая, честно сказать, скудно, надо четко представлять уже сам киви, то есть, поэтому я решил поступать следующим образом. Значит, ну, расскажу, что сначала в этом шаге, а потом, что я имел в виду по следующим образом, я покажу документацию. Итак, мы пошли следующим путем. Начали писать реальную программу, но писать ее как бы по частям. Когда мы пишем в процессе программу, разбираем все моменты. Разбираем все моменты, то есть, обращаемся к документации, разъясняется, например, там, анкер-лей-от, то есть, макет-якорь. Разбираем, что есть, что. Значит, поэтому уроки немножко отличаются от джанга, наверное, может даже более удобней. Значит, человек может посмотреть, во-первых, курс, и с него надо... Ой, немножко другой курс открылся. У меня просто сейчас... Это... У вас откроется нормально, у меня кэш, в кэше он сохранился, я переделывал. Значит, посмотреть курс... Ну, вот я открыл другой браузер. Посмотреть курс. Следующим моментом. Код есть и в уроке. Но, кроме этого, ребят, есть вообще вот ссылка на документацию. Я не ставлю цель переписать официальную документацию. В этом нет смысла. И это мало кому интересно, потому что официальная документация и так никому не понятна. Я делаю немножко по-другому. То есть, важные моменты, которые говорились в курсе, мы... Я отмечаю и документацию пишу по ходу. Ну, например, открываем там название файла в Киеве. Ссылка с курса идет на конкретный раздел. Вы уже сами тут можете еще там... Дальше, вперед, назад. То есть, из чего состоит? Здесь можно вернуться в кабинет. Вернуться к главному содержанию. То есть, перейти вообще к содержанию. Вот, посмотреть, что за модули. Далее, вернуться к конкретно этому разделу. Если вы нажмете, то просто каждый раздел может содержать... Вот данный момент содержит файлы Киви и синтаксис языка Киви. То есть, все, что относится к языку Киви. Далее, и можно перейти к официальной документации. Конкретно это будет, само собой, язык Киви. То есть, где-то что-то дочитать. Вот, например, название файлов. Я просто обычным простым языком здесь рассказываю, что так-то и так-то, так-то и так-то. Значит, и сразу в документации есть всегда ссылка на определенный шаг. В данном случае это на шаг 16. Правильно, чтобы посмотреть пример кода. Получаясь, как бы, из курсов на документации, из документации на курсы, в принципе, нас всегда интересует, если что-то подзабыли, посмотреть пример кода. Ну, а теперь, чем же мы занимались в этом курсе? Ну, написание там начального приложения мы уже освоили. Теперь мы пошли осваивать создание интерфейса или дизайна. То есть, по сути дела, логика такая. Мы с вами взяли макет-якорь. Для чего мы его брали? Для того, чтобы потом по всему периметру, вверху-внизу, мы могли прикрепить кнопки. Вот как здесь кнопки прикреплены именно вверху. Второе, чему мы научились с вами. Вот здесь мы создавали при помощи кода Python. Но язык Kiwi предполагает создание также классов без кода Python. То есть, например, при помощи такой вот собачки мы создали кнопку. И, наследовав его от toggle button, то есть, это кнопка, которая нажала, и она пока второй раз не нажмешь, она не отжимается. И рассматривали настройки. То есть, что такое, вспоминали, сайт хин, сайт групп, колл, спаддинг. То есть, все это подробно рассмотрели. Я думаю, что именно таким способом, именно таким способом, спокойно продвигаясь от шага к шагу, переосмысливая, дочитывая документации. И как я рекомендую в домашнем задании, побольше писать код. То есть, каждый кусочек кода надо набрать несколько раз, чтобы понимать, что вы пишете. Побольше рекомендуется, значит, поработать с настройками. То есть, не надо бояться менять, менять и менять. Например, как я говорил в курсе, ну, например, вот возьмем, вот, left. Да, то есть, здесь поставим там, вот там, вот, и уже внизу. То есть, тогда, грубо говоря, на отличиях, оно, ну, мы оставим топ, нам так удобнее. На отличиях, тогда, когда видишь, что происходит, тогда хорошо, в принципе, усваивается материал. И если мы видим анкры от анкры X, анкры Y, то есть, якорь по X, якорь по Y, то, само собой, если мы откроем документации, почитаете, то есть, здесь я уже основное объясняю по-русски. И, как правило, удобно использовать для основного макета, так как из названия макет якорь следует, что при помощи этого макета удобно закрепить элементы, например, кнопки в нужных нам местах. Обозначение координат анкры X указывает значение топ, центр или боттон, анкры Y, топ, центр. И я вот стараюсь показать кусочек кода. То есть, понятно, что анкры layout, но вам, наверное, не видно. И указание лев, топ, глянул, где-то забыл. И дальше примеры кода смотреть. Пример кода шаг 16, основы шаг 10. То есть, таким образом, шаг 10, если мы перейдем, то здесь конкретно анкры layout, самое начало. Ну, по сути дела, я думаю, таким образом действительно эффективно можно изучить данную библиотеку и писать действительно мобильные приложения хорошие. Потому что, повторяю, что документация довольно написана... Ну, очень мало пояснений. Грубо говоря, чтобы понимать документацию, надо хорошо разбираться в самом Киви уже с документацией разбираться. Поэтому мы немножко шире рассматриваем, чтобы вы наработали опыт программирования и по ходу запомнили все модули. И тогда и официалка пойдет легко, и все прочее. Но кроме этого, не забывайте, что везде я оставлю ссылку на официальную документацию, чтобы дочитать. Вот, допустим, в данном случае, если это анкры layout, то мы смотрим. Видим то же самое, только немножко по-другому анкры x. Если раньше мы бы не обратили внимания, то когда мы уже прочитали по-русски топ, топ-центр оф РИКТ, то сейчас мы уже, в принципе, начинаем это видеть и пользоваться уже официальной документацией. Вот так. Значит, сайт находится... Сейчас покажу, как его проще найти. Я его делаю на поддомене. Если не знаете, как, набираете spb-tut.ru Это школа Паджанга. Дальше нажимаете еще Python for Android. А так адрес python-android spb-tut.ru Все, успехов!